привет на самом деле тот автомобиль о котором я вам сегодня буду рассказывать уже был на тесте у инфокар юэй но тогда на крымских дорогах наше знакомство с рено sandero stepway было мимолетным теперь же мы взяли его на целый месяц и за это время смогли изучить его едва ли не до последнего винтика кроме того тогда в крыму мой коллега влад матяш обкатывал автомобиль с бензиновым двигателем в моем же распоряжении оказалась версия с дизельным мотором запасайтесь попкорном мы начинаем глава альянса рено nissan карлос гон неспроста получил прозвище убийцы расходов все что ради удешевления можно унифицировать он приказал унифицировать а потому даже не стоит пытаться найти sandero stepway хоть что-то что отличает его от обычного хэтчбека sandero за исключением конечно защитного пластикового обвеса рейлингов на крыше и увеличенного дорожного просвета именно эти атрибуты позволяют stepway отдаленно напоминать внедорожник те кто считает sandero stepway кроссовером такие же наивные как те кто верит что колбасу делают из мяса впрочем самолюбие этой категории людей с удовольствием потешит на мойке содрав за натирание stepway до блеска особый тариф кроссоверный за статус надо платить отбросив иронию надо признать что по сравнению с первым поколением sandero stepway заметно похорошел он чуть округлился получил более современную оптику и намного более элегантную решетку радиатора при этом модель сохранила узнаваемость но ее восприятие отчасти зависит от цвета кузова чем он ярче тем интересней важным новшеством второго поколения sandero stepway стало то что его и без того увеличенный дорожный просвет стал еще на 22 миллиметра больше теперь он равен 197 миллиметрам причем в снаряженном состоянии то есть с водителем и жидкостями включая полный бак топлива а насколько эта цифра соответствует действительности мы традиционно проверим с помощью рулетки и снова обман всего 18 сантиметров но это в любом случае на пол сантиметра больше чем было прежде и эта разница скорее всего объясняется тем что раньше на sandero stepway устанавливали 15-дюймовые колесные диски а теперь на него ставят 16-дюймовые шинами размерностью 205 55 причем абсолютно во всех комплектациях даже в самых дорогих диски теперь исключительно стальные но с отличными колпаками которые очень правдоподобно имитируют литье коль уж пошла речь о колесах нельзя не отметить что запаска которая прежде крепилась под днищем sandero stepway перебралась под фальшпол багажника при этом объем грузового отсека ничуть не изменился все те же 320 литров пятиместном варианте салона и 1200 литров со сложенными спинками заднего дивана смена поколений и в самом деле никак не затронула багажный отсек ни с точки зрения геометрии ни с точки зрения организации пространства здесь по прежнему достаточно много места для автомобиля б-класса по-прежнему в нише с левой стороны закреплен домкрат и по-прежнему сюда устанавливается полка хотя я лично заменил бы ее на шторку как в том же дастер и к сожалению никуда не делись недостатки трюма их по большому счету всего два это очень большая погрузочная высота и крайне неудобный механизм открывания 5 двери дело в том что избежать прямого контакта рук с кузовом здесь очень сложно а с учетом того что корма забрызгивается очень охотно сохранить руки чистыми будет крайне сложно на мой взгляд так быть не должно даже если мы говорим о бюджетном автомобиле и я очень надеюсь что в будущем эту проблему обязательно устранят самым заметным и самым значимым новшеством второго поколения рено sandera stepway стал полностью перерисованный интерьер вместо прежних малоэстетичных линий и форм заняли очертания куда более приятные глазу исчезли откровенно уродливые дефлекторы опухоли по центру торпеда уступив место прямоугольным направляющим изменились руль и приборный щиток а центральную консоль больше не обезображивает дешевый серый пластик и пусть материалы отделки в целом заметно лучше не стали с точки зрения дизайна интерьер sandera stepway сделал большой и уверенный шаг вперед давайте называть вещи своими именами sandera stepway имеет опосредственное отношение к рено какую бы эмблему к нему не прикрутили это в первую очередь румынская дача а автомобили этой марки к большому сожалению никогда не славились хорошая эргономика интерьера в целом и удобными сидениями в частности кресло здесь несмотря на то что выглядят продвинутыми с развитой боковой поддержкой на самом деле жесткие и плоские не очень пригодные для дальних поездок кроме того в базовой комплектации сидение водителя не регулируется по высоте а рулевая колонка в любом случае настраивается исключительно по высоте регулировки по вылету нет в итоге далеко не каждому удастся устроиться за рулем sandera stepway по-настоящему удобно но такова расплата за бюджетность отрадно что при любой посадке и при любом росте водитель sandera stepway нисколько не потеряет в обзорности большая площадь остекления и зеркала с хорошим углом зрения дают полное понимание дорожной ситуации вокруг автомобиля на удивление не особо вредят обзорности даже достаточно широкие передние стойки а вот приборный щиток несколько разочаровал его читабельность сильно зависит от погоды бывает даже днем чтобы что-то увидеть нужно включить подсветку к тому же к оцифровке спидометра нечетными десятками приходится какое-то время привыкать и только бортовой компьютер с огромным количеством всевозможных данных не заслуживает ни слова критики у всех автомобилей дача есть своя уникальная фишка никогда не знаешь где на этот раз румыны расположили кнопки стеклоподъемников они то на центральной консоли то на двери то еще где-то в данном же случае они и вовсе разбросаны в разные стороны передние стеклоподъемники находятся на водительской двери а задние на центральной консоли логики в этом ноль удобств ноль но сделать с этим ничего нельзя безусловной изюминкой нового интерьера sandero stepway стал мультимедийно-навигационный комплекс media nav с ним салон воспринимается более современно что для бюджетного автомобиля в определенной степени важно плюс он очень прост для понимания функционален и быстр в работе о чем мы уже неоднократно рассказывали а поскольку в базовой комплектации этого комплекса нет инфокар юэй настоятельно рекомендует не пожалеть 350 долларов и все-таки купить media nav на сегодняшний день эта цена более или менее приличного смартфона но даже за эти небольшие деньги вы получите в своем автомобиле целый ряд удобных и полезных функций а вот за что деньги платить точно не стоит так это за центральный подлокотник тот кто придумал его в таком виде думал явно не головой кое-как справляясь со своими прямыми обязанностями он вместе с тем мешает пользоваться и ручником и барашком регулировки спинки кресла и это сомнительное удовольствие на секундочку стоит 120 долларов платить за это я считаю мазохизмом да и в конце концов я абсолютно убежден что руки водителя всегда должны быть на руле но даже если по каким-то причинам вы принципиально не хотите держать баранку обеими руками лучше найдите себе симпатичную спутницу и положите и руку на коленку и приятно и 120 баксов сэкономите ну вот мы наконец добрались и до галерки sandero stepway поскольку колесная база автомобиля по сравнению с первым поколением не изменилась то есть все те же 259 место здесь не стало ни больше ни меньше здесь по-прежнему не очень тесно особенно радует запас пространства над головой но все-таки здесь немного жестковато и в целом не особо комфортно вернусь к я лучше за руль украинскому представительству рено пока не удается удовлетворить потребности всех потенциальных покупателей sandero stepway если первое поколение модели предлагалось только с бензиновыми двигателями но с механической и автоматической коробками передач то вторая генерация автомата лишилась зато приобрела дизельный агрегат именно он работающий в паре с пятиступенчатой механикой установлен под капотом тестовой машины говорят старый конь борозды не испортит и это пословица абсолютно применимо к полутора литровому 84 сильному французскому дизелю он действительно старенький восьмиклапанный но кое на что еще способен во первых он эластичный что положительно сказывается на плавности разгона во вторых он тяговит и ровно настолько сколько нужно именно этому автомобилю с учетом его массы и класса машина действительно легкая менее 1100 килограмм в снаряженном состоянии поэтому 200 ньютона метров при 1750 оборотов в минуту этой машине более чем достаточно и в третьих мотор переваривает абсолютно любую солярку даже не очень высокого качества и потребляет ее мало в городском цикле даже с учетом работающего кондиционера расход топлива колеблется в пределах пять с половиной шесть литров в загородном цикле расход топлива равен примерно четырем литрам при 90 километров в час а вот дальше все несколько сложнее дело в том что коробка передач здесь имеет всего пять ступеней и когда при 90 километров в час вынужденно включаешь пятую мотору становится все труднее и труднее справляться с набором скорости и поддержанием этой скорости например при 110 километрах в час стрелка тахометра поднимается до двух с половиной тысяч оборотов а расход поднимается до 6 литров при 130 километров в час обороты двигателя уже переваливают за три тысячи а расход топлива соответственно поднимается до 9 литров и так далее в геометрической прогрессии сандера степей резвым автомобилем не назовешь до 100 километров в час он разгоняется почти 13 с половиной секунд зато на дороге держится вполне уверенно его великолепная подвеска такая же как у рено лаган поглощает абсолютно все что попадается на ее пути с такой не страшно ни по ямам ни по колдобинам за месяц эксплуатации по самым разным дорогам она ни разу не сработала до отбоя вот только расплату за такую всеядность служит жесткость и соответственно тряска в то же время крены кузова в поворотах очень умеренные излишним в этом отношении можно назвать лишь вертикальную раскачку возникающую при езде по волнистому асфальту несколько слов об органах управления поскольку они во многом формируют впечатление от автомобиля я бы сказал что каждому из них буквально по чуть-чуть не хватает какой-то убедительности если здесь можно применить такое слово вот например руль удобный обеспечивающий хороший хват со сбалансированным гидроусилителем но с очень ленивыми реакциями не всегда понятными и запоздалами или например педальный узел информативное сцепление эффективные тормоза легко прогнозируемый но в итоге у каждой из педали есть небольшой свободный ход ну и наконец рычаг коробки передач умеренные ходы никаких проблем с попаданием в передаче с первую по пятую а вот задняя передача иногда подчеркиваю иногда сопротивляется включению с первой попытки в общем с учетом бюджетности автомобиля органам управления я бы поставил четверку по пятибалльной шкале увы но сандера степей не может похвастать хорошей изолированностью салона от внешних шумов если с потоками встречного ветра аэродинамика еще как то справляется то с гулом шин справляться просто напросто нечему но это только пол беды вторая половина кроется в моторе его голос отчетливо слышен при любых оборотах но не раздражает за исключением того момента когда на холостых ему аккомпанируют противная вибрация передающаяся и на руль и на рычаг коробки передач и на педаль сцепления хэтчбэк повышенной проходимости это звучит гордо и сандера степей полностью соответствует этой классификации но переоценивать его внедорожные свойства не стоит это даже не кроссовер чтобы вам не рассказывали на мойке это хэтчбэк да с короткими свесами да с увеличенным дорожным просветом но хэтчбэк без полного привода и прочих внедорожных атрибутов безопасно доставить вас по проселочной дороге на пикник или к домику в деревне не чиркая пузом и не разбрасывая осколки бамперов во все стороны это максимум его внедорожных возможностей не переоценивайте этот автомобиль и тогда он станет для вас по-настоящему хорошим и верным другом сандера степей можно сколько угодно ругать за неудобные сиденья за не идеальную эргономику интерьера и прочее но те несколько козырей которые есть в его рукаве легко перекрывают все недостатки речь конечно же идет о надежности об экономичности и о цене последний фактор особенно важен поскольку сандера степей в базовой комплектации с дизельным мотором стоит 17 с половиной тысяч долларов и это самый дешевый из всех не китайских хэтчбеков повышенной проходимости ближайшие его опять же не китайские конкуренты а это kia soul и volkswagen cross polo стоят от 19 с половиной и 21 с половиной тысячи долларов соответственно если и это дорого тогда смотрите в сторону китайцев джили черри great wall и mg предлагают свои варианты подобных автомобилей по цене от 8000 долларов выбор большой главное не терять голову и помнить что сколько заплатишь столько и получишь или так хороший товар дешевым не бывает на этом все больше подробностей о рено сандера степей вы как всегда найдете в разделе тест-драйвы на инфокар юэй заходите на сайт подписывайтесь на наш канал на ютюбе увидимся